Вино Вино — одно из первых творений человечества, самый благородный и загадочный напиток. «В бутылке вина содержится больше философии, чем в любой книге», — утверждал Луи Пастер. Цицерон говорил, вино — это поэзия. Христиане считали вино священным, отождествляя его с кровью Творца. В древние времена монахи занимались виноградарством и виноделием, используя вино почти во всех церковных обрядах. Для одних вино — напиток императоров, для других — символ цивилизации, а для многих людей вино — знак дружбы и гостеприимства. Крикова. Что это? Обычное подземелье? Депозитарий? Накопитель опыта и проводник высоких технологий? Или, может быть, существенная часть истории и культуры — живая традиция народа? Согласно преданию Издревле, в старину, когда ветер сражался со скалами, вода прокладывала себе путь среди камней, а лучи солнца щедро ласкали янтарные ягоды. В этих краях, поистине созданных рукой Всевышнего, жил монах, готовивший для церковных обрядов необыкновенное вино. Хорошо известно, что чудесные места на протяжении веков были желанными и привлекательными для захватчиков. Они пришли на эту землю и под страхом смерти запретили местным жителям выращивать виноград. Лишь упомянутый инок укрылся в келье, расположенной глубоко в скале, и продолжал втайне готовить свое чудесное вино. К несчастью, враги прознали о неповиновении и казнили его. Люди были потрясены таким злодеянием. С тех пор они свято хранят память о монахе. И до настоящего времени живо предание о том, что сама скала издает звуки, напоминающие стоны монаха. Недаром место носит имя Крикова, которое происходит от прославянского слова «крик». А по ночам, когда сама тишина погружается в дрему, то здесь, то там можно различить тень и услышать шаги, которые оставляют следы в пыли подземелья. Может быть, это дух монаха, который приходит изредка, выражая таким образом признательность потомкам. В местечке Наславча, на современной территории Республики Молдова, расположенной на юго-востоке Европы, в Междуречии Прута и Днестра, археологами найден отпечаток семени виноградного листа. Возраст его – более пяти миллионов лет. Со второго тысячелетия до нашей эры выращивание виноградной лозы и приготовление вина стало основным занятием наших предков – даков. Это занятие продолжало развиваться под влиянием колонистов греков, а позднее – Римской империи. Во времена правления Стефана Великого была учреждена должность виночерпья, в ведении которого находились виноградники, винодельни и винные погреба. Ближе к концу XIX века виноделие пострадало от эпидемии филоксеры, уничтожившей многочисленные виноградники. В 1842 году была основана школа садоводства Бессарабии – самое старое учебное заведение, готовящее виноградарей. К 1914 году большая часть виноградников в Российской империи находилась на территории Бессарабии. А в период между Первой и Второй мировыми войнами Молдова была одним из ведущих экспортеров вина в регионе. Впоследствии в составе Советского Союза Молдавская ССР производила больше всего вина в стране. Каждая вторая бутылка тихого и каждая третья бутылка игристого вина производились из виноматериалов, произведенных в Молдове. В период интенсивного развития виноградарства и виноделья особо острой стала проблема хранения вин в технологически приемлемых условиях. В 1947 году патриарх молдавского виноделья Петру Унгуряну в Криковских подвалах поставил первые опыты по производству шампанского классическим методом – методом шампенуаз. Комбинат по производству вин Крикова, опыт которого превышает 65 лет, имеет репутацию постоянного проводника инноваций. Сегодня предприятие использует новейшие мировые технологии виноделья, владеет искусством производства самых разнообразных типов вин, удовлетворяет самые изысканные вкусы потребителей. Бренд Крикова известен далеко за пределами Молдовы. Это первое и единственное предприятие, награжденное высшей государственной наградой – Орденом Республики. Решением парламента страны комбинат по производству вин Крикова объявлен национально-культурным достоянием Республики Молдова. Крикова – двойной обладатель Гран-при за особые заслуги в области виноделья. В настоящее время готовятся документы для рассмотрения кандидатуры Крикова на включение в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Гордость Крикова не только в статистических показателях, славной истории, элитных винах и уникальных подвалах. Крикова известен прежде всего благодаря своему человеческому потенциалу, который представлен плеядой известных менеджеров и виноделов. Криковские подвалы – уникальный объект в мире. Здесь история, археология и искусство виноделия составляют единое целое и создают настоящее чудо. Подвалы, общая протяженность которых более ста километров, находятся внутри скал на глубине до ста метров и образуют настоящие лабиринты. Они расположены под землей под городком Крикова и представляют собой целый подземный город вина. Отправившись в путь по дороге вина, части национального маршрута вина, можно встретить улицы с необычными названиями. Каберне, Дионис, Фитяско, Олиготе, Савиньон. Каждая улица названа по имени того вина, которое здесь хранится. Не заблудиться в дышащем прохладой лабиринте империи вина вам поможет лишь нить Ариадны. Поистине, здесь встречаешься с известной легендой о лабиринте царя Миноса и современностью. Жизнь вина на комбинате Крикова закладывается осенью на залитых солнцем живописных холмах центра и юга Молдовы, где виноградная лоза растет так привольно. Собранные грозди винограда доставляют в цех первичной переработки, оснащенный высокопроизводительным оборудованием. Своё очарование, вкус, аромат и цвет вино приобретает на этапе алкогольного брожения, которое продолжается 2-3 недели. С изображением следуют другие технологические процессы, в том числе и созревание в специальных емкостях. Затем вина разливают в бутылки и отправляют на продажу. Вина, отличающиеся исключительными качествами, дополнительно выдерживаются в бутылках более длительный период, приобретая статус коллекционного вина. Комбинат вин Крикова сохраняет свою исключительность, постоянно внедряя уникальные технологии, в том числе восстанавливая старинные процессы ручной работы. В середине зимы, когда кажется, что вино уже давно должно быть в дубовых бочках, работники комбината Крикова трудятся от зари до зари, перерабатывая заготовленные еще с осени гроздья. Гребни удаляют и производят дробление винограда вручную. Брожение вина на мезге проходит в новых дубовых бочках, которые специально для этого заказывают в Италии. И в результате получается поистине божественный нектар. Ассортимент продукции компании Крикова характеризуется качеством и разнообразием. Сегодня можно с уверенностью сказать, что один из самых замечательных продуктов комбината Крикова – классическое игристое вино. Это игристое вино изготавливается шампанским методом, сложным технологическим процессом, благодаря которому тихое вино превращается в игристое в результате прохождения особых технологических этапов. Самый важный этап – вторичное брожение в бутылке, которое позволяет создать замечательные жемчужные и игристые вина, а также развить в них чрезвычайно тонкие и выразительные нюансы аромата. Проведение этого технологического процесса возможно лишь при обеспечении уникальных условий, которые создаются только в волшебном подземелье этого предприятия. Компания Крикова производит игристое вино и методом шарма. Для получения вин таким способом вторичное брожение производится в специальных танках и в иных технологических режимах. Компания Крикова постоянно развивается, внедряя у себя самые совершенные технологии производства игристых и тихих вин. Совместно с национальными и международными научными и исследовательскими учреждениями разработан комплексный проект перехода на новые технологии и переоснащение предприятия. Модернизирован весь цикл производства. Введена в действие ультрасовременная универсальная линия, позволяющая проводить розлив всего ассортимента продукции и одна из самых насыщенных опциями в Европе. Комбинат – уникальный объект туристического поклонения, постоянно открыт для посетителей. Жемчужина этого подземного комплекса – национальная винотека, основанная в 1954 году и содержащая коллекцию вин исключительного качества и необычайной истории. В винотеке собраны самые лучшие вина, созданные в разное время в разных странах. Уникальная ценность коллекции – это редкие экземпляры вин, составляющие сокровища как самой компании, так и всей страны. Из всех хранящихся в винотеке экземпляров около 20 тысяч не подлежат продаже в силу их исключительной родословной. В этом случае выражение «родина не продается» применимо в самом прямом смысле. Многие из хранящихся в винотеке экземпляров представляют собой марки вин западноевропейского производства, выпущенные еще до начала Второй мировой войны. Здесь также хранится коллекция вин 11 республик бывшего СССР, в которых культивировался виноград. Главная же драгоценность коллекции ценных вин – Иерусалимское пасхальное вино, выпущенное единственной партией в 1902 году. Представляют интерес и частные коллекции вин известных деятелей из сферы международной политики, культуры, бизнеса. В течение десятилетий подвалы Крикова привлекали в свои лабиринты тысячи посетителей и стали местом паломничества почитателей вина со всего мира. Дегустационный комплекс – еще одно чудо Криковских подвалов. Он состоит из пяти больших залов – просторных и величественных. Взором посетителей предстают витражи и гобелены, скульптуры из дерева и камня. Комбинат Крикова – знаменит организацией важных мероприятий. Осенней ярмаркой молодых вин, весеннего фестиваля игристых вин Open Air, а также фестиваля MustFest. На них презентация вин, блюд национальной кухни, гастрономическое шоу, конкурсы в сопровождении музыки имеют особенный контекст и шарм. С каждым годом эти мероприятия становятся все более популярными среди туристов. И все-таки, что такое вино и что такое Крикова? Ответ на вечный вопрос о том, что такое вино и что такое Крикова, может быть схожим с ответом на другой, скорее извечный вопрос. Кто мы и откуда мы? Ответ на любой из них был бы невозможен без обращения к истокам, истории, культуре народа, его экзистенциализму. Крикова «Жемчужина» – олицетворение поиска народа, сущности каждого из нас. Познание сущности и сути продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok